Приветствую! Аня у нас ее! Гутен так! В общем, всем привет! Сегодня, как вы понимаете, главный герой нашего видео никто иной, как самый милый кот на свете. Он, конечно же, не сильно изъявляет желание быть в кадре, поэтому я не уверена, сможем ли мы его куда-нибудь пристроить, чтобы он рассказывал свою историю вместе с нами. Но и вы просили в комментариях, да и, если честно, мне самой очень хочется поделиться историей, как же он у нас появился, сколько ему лет и все-все подробности его личной жизни. Я уверена, что вам тоже будет интересно, если вы хотите узнать, откуда же это взялось чудо у нас в семье. Желаем вам приятного просмотра! Цезарь, конечно же, как самый истинный мужчина, просто оставил на мне свою шерсть и ушел. Видимо, хочет очень кушать. Поэтому, если он захочет вернуться, я понимаю, что вы, как и я, очень хотите, чтобы он был в кадре. Вот давайте ему как раз дверь откроем. Но я не могу заставлять этого пушистика быть здесь. Если он захочет вернуться, то мы его, конечно же, пустим. Но в целом, в видео больше будут какие-то кадры из прошлого, видео и фото, которые я разложила по хронологическому порядку. В целом, я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что домашнее животное – это не только миленькое пушистое создание, которое постоянно хочется тискать. Это очень большая ответственность. И если вы берете животное или хотите завести, возможно, своему ребенку, то вы должны действительно сознательно подойти к этому вопросу и в первую очередь быть уверены, что ребенок не наиграется и не выкинет. Я, когда хотела своего кота, когда всегда, действительно, с самого рождения я очень сильно любила котов. То есть я кошатница просто не то, что там до мозга и до костей, наверное, до самого костного мозга, короче, спинного и любых мозгов, которые есть в нашем теле. Потому что я помню, как только я заговорила, просто все бездомные кошки были мои, я носилась за ними как умалишенные. И так получалось, что, конечно же, они меня боялись. Но я была уверена, что просто у меня там какой-то особенный коннект со всеми кошками мира, и что мне обязательно нужен мой домашний питомец, которому я бы отдавала свою любовь. Не могу сказать, что я изначально не хотела породистого кота. Нет, конечно, я присматривалась к сиамским котам, потому что мне безумно нравятся их голубые глаза. И в целом породы, которые более или менее похожи на сиамцев. Также меня всегда привлекали черные кошки, чисто черные. Но так вышло, как вы понимаете, что Цезарю на данный момент уже 12 лет, точнее в мае будет 12, ну вот буквально, да, через пару недель. И 11 лет этот кот уже со мной, и он не совсем породистый. У него мама была породистая, папа, как всегда, дворовой кот. Знаете, это стандартная история, когда у кого-то была породистая кошка, она немножечко подгуляла, и папа где-то такой, типа, все, а котята-то уже такие, как получились. Но давайте вернемся к тому моменту, как я вообще упросила родителей на появление животного у нас дома. Где-то с 12 я просто уже сходила с ума, то есть если всю начальную школу мне просто хотелось кота, и мне было обидно, когда у одноклассников, которые даже не хотели себе животное, эти животные появлялись в доме, я ходила в гости, там умирала от умиления и всего остального, когда видела этих пушистиков, и не понимала, почему папа не хочет заводить мне животное. И сейчас я, конечно же, уже с более такого взрослого потолка осознаю, что действительно животное очень большая ответственность. Это не только игрушки, это также ветеринарная клиника. Если животное заболело, не дай бог, это большие деньги в первую очередь. Потому что если вы даже получите животное в дар, как вышло у меня, по сути затраты на него в будущем будут просто неизмеримы, особенно если у него какой-то там специализированный корм и так далее. Ладно, я сейчас опять начинаю кидаться вот это вот с мысли на мысли. Я думаю, что видео будет длинное, поэтому завариваем чаёк, кофеёк, под что вы меня любите смотреть. Я знаю, что вы достаёте свои вкусняшечки и жуёте вместе со мной. Так что приятного вам аппетита. Я тут тоже себе уже кофеёчек подготовила. Буду вместе с вами немножечко сёрбать по ходу дела. Ой, хорошо. У меня сегодня латте, нет, не латте, капучино большой с сиропом баблгам. Такое странное сочетание, но, конечно же, не об этом. Где-то с 12 лет я уже настолько достала папу, что он сказал, окей, когда тебе стукнет 15, и ты будешь более или менее сознательно, так скажем, понимать, какая ответственность стоит за животным, тогда мы тебе его и заведём. Но мне кажется, план папы сработал немножко не так, как планировалось. Он думал, что за 3 года, то есть с 12 по 15 лет, я как-то немножечко это всё в себе переварю и, знаете ли, успокоююсь. Успокоююсь, перехочу то животное, но не тут-то было. И в итоге, когда мне стукнуло 15, я, конечно же, запомнила все папины слова. Я вообще человек злопамятный, знаете ли. Ну, конечно, тут ничего злого, просто я очень сильно всё помню. Неважно, хорошее или плохое, знаете ли, как Шелдон Купер на минималках. Это и хорошо, и плохо как-то одновременно. В общем, дошло до того, что когда наступил день, когда папа вроде как в 15 лет обещал мне, что мы заведём кота, я помню, что у меня был день рождения, и с мая месяца я телец, я каждый день, каждое утро, когда он гладился, он перед работой любил отгладить дополнительно какую-то рубашку свою, и когда он доставал гладильную доску, каждое утро я подходила к нему и говорила, ну, это, знаете, это так сумбурно немного, то есть там дверь такая, и он с гладильной доской стоит, и у меня такая голова из-за двери, типа, приветик, ты помнишь, ты же обещал, и вот я до сих пор понимаю, насколько, наверное, его это достало, и получается, что он, конечно же, сказал, что, блин, я не рассчитывала, что ты как бы захочешь дальше, и оттягивал, оттягивал этот момент, и я понимала, что если я сейчас не начну давить вот этим своим напоминанием, что я как бы всё помню, мне всё надо, то он отступится рано или поздно, и я с мая месяца где-то по июль каждое утро вставала и напоминала ему, а ты помнишь, а ты помнишь, а мы же хотели кота, и получилось, что летом я благодаря школе поехала в Болгарию, поездка была не на самолёте, мы ехали туда автобусом, обратно автобусом, и настолько мне понравилось, действительно, очень классно было отдыхать, что на какое-то время я позабыла о том, что мне нужно каждое утро было напоминать о коте, и в последний день отдыха мне звонит папа и говорит, ты же завтра приезжаешь на автобусе, ну, типа, я тебя встречу, такая, ну, конечно, и, ну, мне уже немножко было грустно от того, что я буду уезжать с отдыха, и тут он выдает, а ты хотела породистую кошку? Я такая, знаете, даже не понимала, что происходит, такая, да, он говорит, а что если это будет не породистая кошка? А у меня в голове уже просто миллионы тысячи и один вопрос, вы даже не можете представить, наверное, или я не могу вам передать так как-то адекватнее сказать, насколько сильно я жаждала этого котенка, что когда я понимала, что разговор идет в ту сторону, что, возможно, у меня он на днях появится, все, у меня мозг отключился, и папа действительно говорит, что у его знакомого окатилась кошка, и осталось двое котят, мальчик и девочка, я как раз очень сильно хотела девочку, мы всей семьей совещались до этого, решили, что если когда-то у нас будет кошка, то мы хотим именно девочку, я хотела назвать ее Луна, как у Сейлор Мун, да, немножечко так, типично, но что поделать, в общем, я уже все, не огорчена была, что уезжаю с отдыха, я не знаю, хотела, чтобы этот автобус летел, и получается, в день, когда я вернулась в Киев, мы вначале поехали в зоомагазин, купили все сразу, розовый туалет, розовые мисочки, в общем, я была готова по полной программе к появлению кошки у себя дома, и нам сказали те люди, у которых как раз была кошечка с теми котятами, что вечером можно подъехать и посмотреть, и если понравится, то можно забрать соответственно. Я помню, как меня трясло, когда я ехала к месту назначения, мне еще сказали посидеть в машине, что там вначале хозяева вынесут этого котенка, то есть нужно было чуть подождать, машина встала, папа заболтался с другом, а все, я уже понимаю, что я не могу терпеть, и выносят, как вы понимаете, Цезаря. Во-первых, как оказалось, что девочку продали, то есть ее забрали буквально на днях до того, как я вернулась в Болгарии, и нас не предупредили. Я помню, как ко мне обратились, что мы знаем, что вы хотели девочку, но вот остался только мальчик, поэтому или его, или пардонча. Я увидела Цезаря, он был очень дохленький, очень щупленький, сейчас немножко погодя, я вам все покажу, как это все выглядело, ну, по крайней мере, как он уже дома выглядел в первый день. Хорошо, что у меня остались фотографии, знаете, цифровая память, это нечто, это просто благословение нашего века, то, что действительно можно это все заново окунуться в это все и посмотреть. Я стою, смотрю на это пушистое нечто, и брат говорит, так, Маша, у меня есть старший брат, да, он с нами ездил, и обращается ко мне, говорит, Маша, возьми себя в руки, знаю, что тебе сейчас сорвет крышу, если ты возьмешь его поддержать, помни, во-первых, что это не игрушка, что это на всю жизнь, если ты его сейчас выберешь, то тебе с ним долго жить. Я такая, да, да, конечно, я понимаю, и он говорит, и это не девочка, это мальчик, в общем, извесь, все за и против. Мне дают его в руки, потому что у меня сейчас аж слезы на глаза навернутся, и все, я его взяла, и понимаю, что я, и я поворачиваюсь к брату, и говорю, я его не отпущу, и у меня этот день, так, все, слезы пошли, ребят, не то, что слезы, у меня, походу, даже глаза покраснели, да, действительно, все, что касается Цезаря, я безумно эмоциональная, поэтому, скорее всего, видео будет очень эмоциональное, я взяла его на руки, повернулась к брату, и говорю, что я его не отпущу, и так, собственно, у нас появился Цезарь. Когда мы ехали в машине, до меня только начинало доходить, что у нас Цезарь будет немного метросексуал, совсем розовеньким, всем таким гламурненьким, думаю, ладно, все равно, во-первых, коту точно все равно, какого цвета у него туалеты, миски, а главное, что у меня, наконец-то, появилось животное, и действительно, отшибло просто напрочь все имена, которые я готовила, тем более, я готовила это для девочки, я просто не представляла, что мне делать теперь с мальчиком. Давайте я, наконец-то, возьму свои подсказки, я тут сделала себе в хронологическом порядке все на телефоне, поэтому смотрите, для того, что это был день, когда я приехала с Болгарии, конечно же, все было в чемоданах, поэтому первое воспоминание, которым я хочу с вами поделиться, это именно фото, да, качество, конечно, давайте я, наверное, немножко вбок отъеду, чтобы вам было где показывать, дело было очень много лет назад, фотографировала я все на телефон Сони Эриксона, такая раскладушечка была, в общем, качество, просто закачаешься. Когда мы вошли в квартиру, конечно же, я несла Цезаря на руках, но я тогда еще не знала, что он будет Цезарем, но однозначно, он уже тогда был самым милым котом, на свете. Так как у меня все было в чемоданах после поездки, он в него сразу и влез. Посмотрите, какой он был крохотный, просто щупленький, мусечка-пусечка. Ой, все, сейчас начнется восхваление моего кота, но я думаю, что каждый владелец своего животного будет вот это с ума сходить, что он самый лучший, мне кажется, я буду самой сумасшедшей мамочкой в будущем, потому что, наверное, мне нужно будет просто сдерживать себя, чтобы не хвалить ребенка по любому лишнему поводу, чтобы он нормальный вырос. Конечно же, Цезарь испугался всего, квартира у нас большая, и он пытался залезть во все дыры, спрятаться от меня, от папы, от брата. У нас была тогда такая советская кровать с металлическим корпусом, да, это так называется, в общем, то, что на трасс ставится, металлическая такая конструкция была. И следующий кадр, это Цезарь, такой гордый тем, что он нашел себе нычку и сидел под кроватью. Наверное, большую часть вечера я не могла заставить его оттуда вылезти, его трясло всего, как осиновый лист, и он выглядел действительно очень довольный тем, что он смог от нас куда-нибудь сныкаться. И потом он еще и на балкон залез, следующий кадр, это уже папа его снимал, он такой смотрит, думает, ну оставьте меня в покое, я уже и под кровать от вас, и на балкон, а вы не понимаете, вы меня хотите куда-то пристроить. Поэтому первый день, конечно, был такой тяжелый, даже не первый день, а первый вечер. Он действительно всего боялся, он до этого жил у людей на даче, в корзинке вообще, поэтому он был очень худенький, неухоженный такой. Но меня очень тронуло, и я поняла, что все-таки у меня есть какой-то коннекшн с этим котом, когда я уже засыпала, и ночью он вылез со своих вот этих всех нычек, которые он понаходил, и заснул, знаете, просто у меня рука вот так лежала, он вот так вот переловалился, и у него тельце, оно же было вот такое крохотное, просто вот так вот у меня на руке и заснул. И я поняла, что все, я сделала правильный выбор, это действительно мое животное. Насчет имени, это тоже забавно, так как он родился в мае, нужно было подождать, пока он там у мамы молоко пьет, все такое. Обычно котят берут в возрасте от двух месяцев, так солнышко вышло, надеюсь, что я не сильно засвеченная. И мы взяли Цезаря, когда ему было два с чем-то там, то есть в июле. И мы вечером сидели, я, конечно же, Цезаря называла всеми возможными кличками, там и зайчик, бубочка, бусечка, и там иди ко мне. И папа говорит, ну слушай, ну как это вообще нехорошо, что у животного нет имени, давайте нормально к нему как-то обращаться. И мы все что-то втроем с братом, папой сидим и думаем, ну а как? Я вспомнила уже потом, когда мы решили, что он будет Цезарь, что вообще-то я готовилась к мальчику, к вариации мальчика, и хотела назвать его Артемис. И коротко было бы Арти. Это персонаж из серии фэнтези книг Forgotten Realms, не очень он нравился, но, конечно же, я забыла, потому что все мои мысли поглощены только тем, что у меня котенок, у меня котенок, знаете, такая типа мамба, джунга-чанга, я не знаю, там просто как у Гомера Симпсона такой этот обезьянка. И папа в какой-то момент говорит, у нас какой месяц? Июль. Он такие, ну да, июль, очевидно. Говорит, а в честь кого назван июль? Он такая, ну Юлий Цезарь. Он такой, ну так и все, значит будет Цезарем. То есть вот такая у нас история его имени. Так он стал Цезарем. Я думаю, ну действительно красивое имя, хотя немножко странное для кота, когда я в будущем говорила людям, что у меня дома Цезарь, многие думали, что у меня какой-нибудь Питбуль или Доберман. То есть часто дают клички именно каким-то большим собакам. А у меня вот такой пирожочек. Маленьким он был очень щупленьким, но безумно любознательным. Знаете, он как-то очень по-человечески вырабатывал вот это доверие к себе. То есть он не сразу был какой-то суперлюбвеобильный и доверял. Нет, он как бы по чуть-чуть разными действиями проверял, какой же ты хозяин, как он себя чувствует рядом с тобой. Вначале он очень привязался к брату, он спал у него на клавиатуре. Это вообще просто умора была, потому что когда он вырос, он просто перестал туда помещаться. Знаете, обычно в компьютерных столах есть такие как бы отверстия под клавиатурой, они выдвигаются. И там на самом деле где-то вот такое расстояние, то есть когда он был котенком, он туда прекрасно пролезал. Он вообще до сих пор любит всякие пещерки, так скажем, и у него есть пару точек в квартире, которые я точно знаю, что если его не видно, он где-то из этих своих нычек. Потихонечку он осваивался, просто любил спать, развалившись, как курочка грелить, по чуть-чуть, по чуть-чуть рос. Тихонечку выстраивалась вот эта какая-то связь, которая до сих пор верит, что у хозяина с его животным действительно есть какой-то connection, и вы чувствуете друг друга. То есть когда мне было плохо или грустно, Цезарь всегда знал, когда ко мне нужно подходить. То есть это действительно как у человека с человеком. Есть какой-то опыт, который вы прожили вместе, и он потихонечку выстраивает те кирпичики, которые в будущем будут давать то общение, на которое вы заслужили. Но если поначалу мы думали, что Цезарь такой худой, просто потому что он был на чьей-то даче, в корзинке жил, может его не докармливали, и мы же не знали, то оказалось, что он был болен, у него была лейкемия, и мы узнали о его диагнозе каким-то просто чудом. Мама помыла пол с мистером Пропером, хотя мы очень редко используем химию для мытья полов, но как-то вот что-то было грязное, и она решила пройтись с химией. Мы даже не подумали, что когда есть в доме животное, так делать не надо, потому что он поэтому пройдется лапками, слижет с лапок и траванется. И получается, когда мы уже попали в ветеринарку с отравлением от химии, врач вышел и сказал, что вообще-то у вас отравление не самое страшное, конечно, мы промыли желудок, но благодаря тому, что мы согласились на все там анализы крови, чтобы как бы общее состояние проверить, то что когда мы его только завели, мы просто там, ну как бы общий осмотр сделали, но даже не думали, что там нужно кровь сдавать и так далее. И оказалось, что у него действительно была лейкемия, очень тяжелый был период, потому что Цезарь прожил у меня буквально там полгодика, может даже меньше, наверное, месяца три, и уже мне сообщают, что у него, возможно, ну будет вариант, что его не станет. И я до сих пор благодарна безумно врачам, которые очень поддерживали в той клинике, куда мы попали, главный врач к нам вышел, и мы долго ходили его, прокапывали на капельнице. Я тогда совсем маленькая, ну как совсем маленькая, типа 15 лет, я реально не помню, чем мы в этом конкретно лечили, но мы всецело доверяли врачам, поэтому все процедуры, которые требовались, он перенес, и дома обычно он спал вот так вот зажатый у меня либо в какое-то одеяльце, либо в шарфик. По качеству здесь, конечно, все очень плохо видно, но потихонечку ему ставало лучше. И, конечно, я в шоке была, что, блин, а как так? И почему те, кто, ну не заводчики, а продавали этого котенка, даже не сказали, что он такой больной? Ну, я думаю, они, скорее всего, сами не знали. Поэтому Цезарь с самого детства такой не очень здоровенький. У него из-за того, что было и отравление, и промывание, с детства был очень слабый желудок, и также после лейкемии у него просто любое там снижение иммунитета, он сразу либо болеет. Получается, что 16-18 лет, это уже период такой старшей школы, я, наверное, перешла в 10 класс, когда мне было 16, закончила, выпустилась уже с 11 класса, когда мне было 18, потому что день рождения в мае, там как раз притык. Мы успели с ним и на дачу поездить. У нас здесь такой царь, интересно, что можно было покупать такие ошейники, они немножко вонючие, и они отгоняли клещей моего и обрабатывали на холку, это и ошейник покупали. Очень прикольно для меня было открытием, что такой домашний кот, такой пирожочек, знаете, такой прям агрессивный на даче там всех котов разгонял, но дома при этом он оставался просто самым ласковым котом на свете и требовал вообще-то, ну, он по сей день так делает, требовал очень-очень много внимания. Если я садилась за какой-нибудь конспект или нужно было что-то в ворде сделать, я просто видела вот эту картину «Лежащее чудо» на ноутбуке, причем он всегда ложился на клавиатуру, не раздумывая, и потом я его, конечно, отучила, я его потихонечку начала воспитывать, ругать, потому что он просто отгрыз мне три буквы на клавиатуре вместе с кнопками, такой типа, я вообще-то лучше клавиатуры, знаете ли, но за такое, конечно, надо было бы и поругать. В целом у Цезаря, знаете, такой характер очень капризный, то есть он как избалованный ребенок, но он по сути есть очень избалованный ребенок, потому что его все в нашей семье просто до жути любят, и, конечно, он делает всегда какие-то вещи, которые, ну, наверное, стоило бы не сильно поощрять, но, тем не менее, он, знаете, просто везде, и в раковине, и в кулечках у нас, ну, такой, немножечко шебушной, и, кстати, в период именно старшей школы у него появился костюмчик, которым вы уже видели его в одном видео на канале, получается, изначально я покупала его просто, чтобы отметить Новый год, он у нас был частью нашей вечеринки, ну, конечно же, куда ж праздновать Новый год без кота-то. Впоследствии я одеваю на него этот костюмчик, когда он болеет, и тогда он, получается, не может слизать лекарства со своей спины. Мне кажется, самый пик, так скажем, нашего доверительного отношения к друг другу пришелся именно на университет. Я училась курс на историка, и потом 4 курса на переводчика корейского, и мне кажется, что любая учеба, любой студент, это вот эти бессонные ночи, ты кушать постоянно хочешь, ты постоянно измотанный, и цесарь как-то вот всегда был рядом. Знаете, он иногда просто пугающе, как призрак, возникает из ниоткуда, если ты сидишь за столом, ему обязательно нужно залезть на стол. Если ты на кровати, он идет к тебе на кровать. Он даже в ванну со мной вместе ходит. То есть это просто существо, которое, ну не знаю, всегда с тобой. Ты пишешь конспект, вот его голова. Ты не знаю, там, умираешь от того, что ты не спал всю ночь, он тоже тут. Знаете, как шутят, что у хозяев с животными обычно синхронизируется там просто и внешность, и мимика. Вот мне кажется, у нас с Цезарем тоже и происходило. Очень мне тяжело было, когда я в 15-м году уезжала в Корею на полгода жить, и, наверное, расставание с Цезарем было одним из самых тяжелых моментов в моей жизни. Потом еще одно расставание будет, но я как-то более стоически его перенесла, потому что тогда у меня уже был муж. В Корею же я ехала, тоже не с самой тяжелой душой, потому что моя подруга оставалась, и в выходные приезжала. То есть я знала, что Цезарь в хороших руках, что я его там не на произвол судьбы оставляла. Знаете, когда у вас есть животное, вот этот момент, что вы, грубо говоря, уехать никуда не можете, и если вы куда-то хотите в отпуск или в другой город, то, конечно, нужно всегда понимать, чтобы вам было, на кого это животное оставить. И для меня всегда было супер важно, чтобы Цезарь оставался с людьми, или чтобы к нему приходили люди покормить, которых он либо видел, либо доверяет, чтобы для него это не было стрессово. Я, например, тот человек, который выражает свою любовь именно через прикосновения, то есть для меня какая-то тактильность очень важна, и мне кажется, мы в этом плане с котом полностью синхронизируемся, потому что он очень любит, когда его гладят, тискают, но при этом, конечно, когда он этого хочет, и так-то он может просто уйти. Но в целом, чаще всего даже ему важно не то, чтобы ты его гладил, а чтобы ты разрешал, чтобы он тебя трогал, он может на тебя лапу поставить, и для него важно, например, спать, и просто, чтобы его лапа была у тебя на ноге, или на руке. И для меня это тоже какое-то проявление и уважение, и любви, и на сердце так, ой, и ёкнуло. Мы Цезаря вакцинировали каждую весну раз в год, там комплекс витаминов у него, был ветеринарный паспорт, но периодически вот этих вакцин ему было нехорошо, один раз даже ножка пухла, там такое образование как бы вышло, и пришлось его массировать. Как вы понимаете, в восторге он не был от похода в ветеринарку, но я поняла, что пластиковые переноски, такие большие, для него стресс, и я начала ставить его просто в такую сумочку, чтобы он чувствовал как бы руками, что я рядом, ну или там мой запах, по крайней мере, чувствовал, чтобы я могла приоткрыть молнию и просто на него там посмотреть. Поэтому, если у вас животное очень сильно боится ветеринарных клиник, вообще походов куда-либо, очень советую какие-то мягкие сумки, чтобы у вас была возможность как бы и держать его хорошо, а то не дай боже он убежит, животные вообще, особенно кошки теряются в пространстве, то есть они могут испугаться любого звука на улице, и забыть о том, что вы вообще хозяин, и что где-то рядом дом, они могут унестись в неизвестном направлении, это факт. Поэтому то, чтобы вы понимали, что животное не убежит, но при этом, чтобы животное чувствовало, что вы рядышком. Конечно же, я не могу вам, ребят, передать какую-то всю историю, 11 лет жизни Цезаря, да и думаю, что это не сильно актуально, поэтому я буду так очень быстренько пробегаться по каким-то моментам, которые я считаю интересными или важными. И получается, что университет мы с вами уже перешагнули и дошли до периода, когда я уже работала в офисе. Просто посмотрите на его костюмчик. Мне кажется иногда, что он какие-то вещи мне разрешает, просто потому, что знает, как я сильно его люблю. Я понимаю, что ему там не сильно в кайф сидеть в этой кофточке, но из-за того, что он знает, что это меня поратует, он как бы терпит и разрешает это делать. Кстати, интересный факт, когда я раньше любила заниматься, грубо говоря, мазохизмом, если мне грустно, если мне плохо, я любила смотреть адски грустные фильмы. И так, чтобы, знаете, прям совсем накрыло. И я очень любила пересматривать «Хатика», не было печали, «Хатика» скачали, как говорится. И первый раз мне было просто максимально тяжело его смотреть. Я смотрела его частями, потому что я настолько начинала сильно плакать, что я задыхалась от слез. И я помню, что я вышла с ванны, ну там высморкалась. После ноутбука, где у него выдавка, обычная тушка Цезаря, как всегда, лежала. И я помню, он так поворачивается на меня и смотрит. Думаю, типа, кушать что, рано? Ну мы же недавно кушали. А он так на меня смотрит и типа, давай. Ну и получается, я смотрела, плакала и просто, знаете, как в подушку в него такая шмяк, он весь в соплях был. Да, не очень приятные подробности, но для меня был настолько шок, что он это терпел. И когда уже фильм закончился, и я успокоилась, он такой посмотрел на меня, видит, что я успокоилась. Вот честно слово, так и было, ребят. И все. И он тогда встал и гордо пошел вылизываться и приводить себя в порядок. Конечно, его потом вычесало, вымыло, но для меня тоже это был очень такой большой жест доверия и даже, не знаю, уважение, что ли, со стороны кота. Наверное, люди, которые не кошатники, им это немножко дико звучит, но я хочу, чтобы вы ощущали то, что ощущала я в те моменты. Самое страшное, что случилось со мной и Цезарем, это был 2018 год. Так, я сейчас снова начну плакать. Цезарь заболел короной. Я уже тогда планировала увольняться из офиса, ну как, я хотела, но еще не знала, что я уволюсь вскоре. И помимо стресса от того, что мне нужно будет менять рабочее место, Цезарю резко стало плохо, но я думала, что может это пройдет, потому что мы его как раз весна обычно, как всегда, завакцинировали, и я думала, ну, наверное, реакция на вакцину. Ну, конечно же, немножечко так перетрухнула, позвонила ветеринарку, говорю, так и так, он вялый и так далее. Мне говорят, ну, на вакцину такое бывает. Подождите, если будет становиться хуже, то тогда решайте. Потихонечку, это, напоминаю, 2018 год был, у него начинали отказывать задние лапки. Я сейчас, ну, мне до сих пор тяжело об этом рассказывать, потому что, если я как вспоминаю, как это все переживала, то никому не пожелаю, злодельцев животных, видеть, как животное страдает. Во-первых, животное не может рассказать, как ему плохо. Во-вторых, это, знаете, как совсем грудной ребенок, которому действительно больно или плохо, он не может сказать, и ты не можешь ему помочь. Потихонечку ему становилось хуже, и мы думали, что мы подождем еще сутки и отвезем его к ветеринару. Но в 4 утра его начало сильно трясти. Мы не понимали, что это, и думаю, так нифига, от вакцины не может так быть плохо. И мы прям в 4 утра поехали в круглосуточную ветеринарную клинику. Папа тоже проснулся, мы завернули цесарево одеялко, мы сдали все анализы, и на утро я поехала на работу. Я вообще не представляю, как я поехала на работу. Благо, шеф меня отпустила, то есть я приехала в офис, делала самое важное, и с обеда уже улизнула, чтобы цесарь обратно в ветеринарку везти. Нам сказали диагноз. Тогда я не знала, что такое коронавирус. И я, ну, во-первых, думала, блин, что он не чешет, что это за вирус такой, и почему он уже моего животного, как он его подхватил, если он даже на улицу не выходит. Мы очень давно тогда уже на дачу не ездили, то есть если когда цесарь был котенком, он еще хоть как-то выходил на улицу, то, наверное, с лет, как ему было там лет шесть, то все, цесарь был полностью домашним квартирным котом. Особенно с тех пор, как я услышала эти жуткие истории про домашних котов, которые там подхватили энцефалитного клеща, и все, и кота больше нет. Когда я смирилась с тем, что у цесаря этот злосчастный коронавирус, я поняла, что 50 на 50, точнее врачи мне сказали, не сильно обнадеживая меня, что у вашего животного абсолютно как бы равные условия, он может либо выжить, либо нет. И они не могут сказать точно, поможет ему лечение или нет. Потому что, как и у людей, корона – это очень такая опасная фигня, и вообще непонятно, чем нормально лечить, справится ли организм, то есть это больше зависит от иммунки самого животного, чем от лекарств, которые могут дать ему врачи. И я безумно счастлива, что мы попали опять к тому же врачу, который когда-то спас его от лейкемии. Я потом уже вспомнила его фамилию, когда к нам вышел этот главврач, и он вел цесаря от начала до конца. И, конечно, были моменты, когда ему становилось хуже. Мы его забирали домой, он не был на стационаре. Хотела, чтобы... Ну, то есть они сказали, что вы можете оставить его на стационар, но по факту там нет ничего такого, что вы не можете сделать дома. Мы взяли все инструкции и возили его, по-моему, с утра вечером на процедуры. Ему было безумно тяжело. Так, сейчас опять все накатило. Было очень тяжело, потому что лапки задние не хотели нормально ходить. Приходилось его... Приходилось его носить на туалет, приходилось носить его к мисочкам. То есть животное такое относительно... все... Становилось беззащитным. При этом я тогда не понимала, почему именно он. Ему всего 9 лет было. Я думала, что это не сильно такой большой возраст для животного. и когда он наконец-то пошел на поправку, он начал сам потихонечку ходить. Да, ему было тяжело спрыгивать даже с кровати, хотя у нас кровати везде невысокие дома. Приходилось помогать ему, всегда следить, чтобы он не падал, потому что хоть кошки всегда с высоты нормально спрыгивают, если у тебя, конечно же, болят конечности, то он спрыгивал и мог сильно падать. И я очень боялась, что он будет ушибаться, поэтому я отпрашивалась с работы, приезжала домой пораньше, и следила, если ему нужно было куда-то залезть, запрыгнуть, то я его просто подносила к этому месту. Старалась всем видам, которым могла максимально дать понять, что его никогда не бросят, что у него есть поддержка, что его обязательно там до конца будут лечить. И мне кажется, он это чувствовал. На последних этапах, когда уже остались антибиотики, мы их сами давали дома, и потихонечку Цезарь шел на поправку, и как раз в этот момент я ознакомлюсь со своим будущим мужем. Для меня был очень важный момент знакомства мужа с Цезарем, потому что для меня Цезарь был всегда, знаете, самым важным мужчиной в моей жизни, и я понимала, что мой будущий муж, тогда еще парень, для меня тоже становится таковым, и для меня была просто сверхмиссия, чтобы кот и будущий муж как-то сошлись, и когда это знакомство произошло, спустя, по-моему, три месяца, Цезарь уже тогда был здоров, все, у меня отлегло, для меня было действительно просто максимально важно, чтобы эти два человека, два существа, нашли общий язык, и по сей день мне кажется, что Цезарь теперь любит Рому больше, чем меня. Так интересно получается, что я очень сильно по этому поводу беспокоилась, но по факту Цезарь долгое время даже больше лежит на Роме там, когда спит, чем на мне. Как я вам уже упоминала, мне пришлось на какой-то период съехаться с мужем в другом городе, потому что сам он был из Черновцов, и я из Киева переехала в Черновцы, и тогда у нас не было возможности забрать Цезаря, то есть у нас были год отношения на расстоянии, мы катались между Черновцами и Киевом, и каждый раз, конечно, разлука с Цезарем у меня такая так, половинка сердечка у меня с Цезарем, половинка с мужем, и я такая, ну почему так? И по время переезда Цезарь как будто, конечно, все чувствовал, я помню, когда я уже не просто там на недельку уехала к мужу, а прям переезжала на год в этот вечер, где-то за час до поезда я так разволновалась, что меня просто вырубило, я просыпаюсь, он лежит у меня возле лица, все, эмоции опять пошли, смотрит, как будто говорит, что типа я все знаю, женщина, но типа не переживай, я остаюсь в хороших руках, ты все равно еще вернешься. Конечно же, мы в гости приезжали к родителям, к Цезарю, и это были просто незабываемые встречи, то, как Цезарь меня встречал, такое чувство, как будто мы не разлучались, он там ничего не забывал, и спустя где-то год из-за проблем с арендодателем в Черновцах нам пришлось вернуться в Киев к родителям к моим жить, и, конечно же, к Цезарю. Я была безумно рада, что, наконец-то, наверное, самое важное, ну, что я для себя самым важным считала, это кот и муж теперь будут у меня под боком, и где-то с 2019-го мы вот так втроем и жили. Если вдруг вы давно хотели животное, но, например, сильно сомневались, я скажу вам, что это незабываемо, это незабываемый опыт, это замечательные друзья, да, они пушистые, да, они не разговаривают, но у них свой язык любви, главное найти к ним подход и воспринимать, что у каждого животного тоже есть свой характер, к ним нужен свой подход, не всегда все кошечки какие-то суперлюбвеобильные, Цезарь до старости вообще на коленках не сидел, да и, в принципе, никогда ни на кого не залазил, такой немножко своелюбный, но я с него, кстати, всегда смеялась и говорила, все, Цезарь, вот состаришься, вот еще посмотришь, как сам будешь на меня лезть, и сейчас, конечно, в сторис я вам часто в инстаграме показываю, просто в каких-нибудь невомерных позах Цезарь там оказывается, вот действительно, просто еще на голове у меня не сидел, хотя и такое тоже было, мне кажется, очень круто, когда животное становится действительно на другом, я Цезарь точно могу такое сказать, первую идею добавить его на канал предложил мой папа, потому что, ну, как бы, для всех людей, которые меня хорошо знают, все понимают, что Цезарь это очень неотъемлемая часть моей жизни и часть самой меня, часть моего характера, поведения и так далее, поэтому, когда папа предложил, а почему бы Цезаря не показать людям, плюс у нас он такой красавчик, я думаю, ну да, действительно, почему бы и нет, плюс, в любом случае, когда-нибудь всем они вечны Цезаря не станет, и для меня какие-то такие моменты, которые мы делаем вместе, иногда он с нами на съемках, оно же все останется в памяти, это, ну, безумно круто, и я рада, что ему тоже нравится, да, он не всегда с веселым лицом у нас в кадре, но он вообще любитель погримасы построить, у него мимика, это нечто, под конец Цезаря решил почтить, но с своим видом, боже мой, он всегда такой грязный, ребят, он старенький, конечно, он все еще там вылисывается, но он уже потихонечку начинает не так активно за собой ухаживать, поэтому у него вот грудка немного желтенькая, но в целом, конечно, замечательный котик, я, как и сказала, очень рада, что мы вам нравимся, спасибо, что поддерживаете этот канал, ваши комментарии, ваши лайки, мы все-все видим, а самое главное, ох, Цезарь, не пугай меня так, это очень сильно помогает развитию этого канала, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать еще больше новых видео, а нам с вами, и, конечно же, самого милому коту на свете, до скорых встреч!